Здравствуй, дорогой зритель! В эфире вечернее шоу Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. Вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Страх, ненависть и холод на улице Сутырина. Вот возьми батарею, ручку свою и положь. И как мы живем? Новости, похоже, из параллельной реальности. Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную. Пристроим вместе Юре. И тремя словами поздравим Ирину Аллегрову. Царица, Марица, красавица. Ну а начнем мы традиционно с новостей. Их сегодня немного, но все они такое ощущение, что из параллельной реальности. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне. Поехали. Первый заголовок. В Слободском игровой клуб спрятали в магазине шоколада. Ну, во-первых, мне кажется, автором этого произведения можно уже подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой киндер-сюрприз. Полиция это дело раскрыла, злоумышленники наказаны. Что же насторожило полицию, как вы думаете? Магазин шоколада в Слободском. Прятали бы виноводочный. Там бы фиг кто нашел еще лет 15. Следующий заголовок откуда-то из параллельной вселенной. Итак, власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную. Мне кажется, здесь просто предложение не дописано. Вот так должно звучать. Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную аферу. А вот сейчас юридически подкованный зритель скажет, вы взяли и почти впрямую обвинили кировских чиновников. Да, мы обвиняем кировских чиновников в том, что они украли наше сердце своей идеальной уборкой дорог. Особенно на улице Крупской. Ну и еще одна небольшая новость откуда-то из параллельной вселенной. В Кирове продолжится масштабный ремонт дорог. Продолжится. То есть масштабный ремонт дорог уже идет. Только что-то мы его с вами не особенно замечаем. А когда замечаем, он выглядит примерно так. А теперь немного подробностей из личной жизни Оксаны Стяжкиной. Вчера Оксана впервые отправилась и окунулась в проруби. Она обещала принести нам видео, чтобы мы его показали в эфире. Но мы на него посмотрели и выяснили, что там 28+. И поэтому ищите его где-нибудь на просторах интернета. Так вот, окунувшись, Оксана поняла, что иногда холод бывает совсем-совсем не опасным. И чтобы как-то сгладить это ощущение, сегодня отправилась на съемку, где был опасный холод. Солнышко, иди. Вот возьми батарею, ручку свою и положь. И как мы живем? И в морозы там. И в морозы еще не это было. А 30 градусов было, что мы делали? С ума сходим эти? Так вообще ведь холодные. А кому какое дело? Трогайте батарею. Вот 29 декабря она нисколько не... Ну, холодно совсем. Экскурсию по своим холодным батареям проводят жительницы дома 18 по улице Сутырина. И так, начиная с декабря, в собственных квартирах им приходится ходить в теплой одежде. Хотя за отопление они платят каждый месяц. Заплатила за все, за все, за все. 3400 рублей за ли этот, как его, за тепло. Так вот, отопление, да, 1400? За что? У нас льдом покрылись все окна, у нас температура была где-то 10-12 градусов, мы замерзали. Женщины не раз обращались в обслуживающую организацию «Филейка жилсервис». Маргарита Владиславовна там есть такая, но она по сантехнике отвечает, мастер или кто, я не знаю она. Вот она соседке вот здесь рядом в квартире сказала, берите ведра, идите на девятый этаж и пропускайте воду или колотите по батареям. Затем жительницы пришли туда написать заявление, и вот что им ответила та же самая Маргарита Владиславовна. У меня, говорит, вот такая кипа заявлений после этих морозов. Ну, может быть, приду к вам в мае месяце. Я говорю, ну хорошо, приходите в мае месяце. В мае откручат это отопление, да что толку-то, приходите-то. Мы сами решили дозвониться, до «Филейка жилсервис». Сначала набрали один номер, и вот что услышали. А затем второй. Но ответа так и не последовало. Поэтому жительницы обращаются к «Филейка жилсервис» в надежде, что сотрудники услышат их просьбы. Продуйте нам стояки. Помогите, чтоб мы не замерзли. Прошу, помогите. Хоть мы и пенсионеры, но мы тоже жить хотим в тепле. Мы с жильцами дома номер 18 по улице Сутырина надеемся, что «Филейка жилсервис» не только будет брать деньги с жильцов, а выполнять свои обязанности. Оксана Стяшкина специально для программы «Виатка Тудей». Ну а теперь, дорогой телезритель, Юрий ищет хату. Ну, в смысле, рубрика «Предстроим вместе», где кот Юрий. Сегодня мы хотим вас познакомить с этим замечательным питомцем по кличке Юра. Юра – красивый и воспитанный кот. Он очень спокойный, любит покушать и поиграть с детишками. Теперь он надеется найти новую заботливую семью. Очень добрый, очень ласковый кот. Любит, когда его держат на руках, когда гладят. К лотку приучен. Физический здоровый кот, стерилизован. Как любой кот – полежать. В окно посмотреть очень любит. Если вы хотите стать любящим хозяином для Юры, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 46 16 80. Ну что ж, дорогой зритель, а сейчас очень важное объявление. Дело в том, что сегодня, свой день рождения, свой юбилей отмечает повелительница всех караокебаров Ирина Аллегрова. Ирине Аллегровой сегодня 65, а это значит, что уже 5 лет, как она официально на пенсии. Но продолжает радовать нас своими песнями. Поздравляют ее кировчане, но только с помощью трех слов. Я знаю три слова. Три повода любить Ирину Аллегрову. Хорошая певица. Так. Хорошая женщина. Обаятельная женщина. Спасибо. За красоту. Она такая симпатичная женщина. Хорошо поет. Так. Второе. Значит, самое. Ну и как бы репертуар у нее хороший. Красивая, обаятельная, оборожительная. За песни, за душу и за характер. Характер у нее хороший. Да. Я знаю три слова. Три рифмы к слову императрица. Тигрица. Медуница. Медуница, хорошо. Певица. Царица. Морица. Так. Красавица. Тигрица. Убийца. Убийца. Забыться. Я знаю три слова. Что подарить пенсионерке? Три подарка. Блуз, кольцорочка и там еще что-то. Может быть альбом какой-нибудь красивый. Хорошо. Охормить. Все. Цветы. Второе. Конфеты. Так. И счастье. Внимание. Лекарства. Внуков. Так. Цветы. Цветы. Платье. Платок вот такой вот. Платье и платок. Открытки. Второй. Что-нибудь для солей. Плед. Приглашение. Какое-нибудь заведение. Я знаю три слова. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, делитесь всеми с нами в нашей... Да, 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 да. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть что-то интересное, присылайте все это в нашу редакцию. Электронная почта, вятка туда и собака mail.ru. И номер телефона 541819. Почти не сбился. Все это написано внизу. В студии же был Роман Корнеев. Пока-пока. Отличных выходных.